28 июня в отделе полиции Сарань прошло мероприятие с осужденными лицами, состоящими на учёте службы пробации. Совещание прошло под председательством заместителя прокурора города Алмаза Бекмагомбетова и заместителя Акима города Сарань Ярала Оспанова, а также с участием сотрудников службы пробации и местных исполнительных органов. К слову, на сегодняшний день в городе на учёте пробации состоит 45 человек. Это лица, исполняющие наказание в виде ограничения свободы за различные преступления, условно осужденных и отбывающие наказание позже. По словам организаторов, подобные собрания проводятся несколько раз в год, потому что вероятность повторения противоправных действий очень высока, пояснили в службе пробации. Такие мероприятия проходят ежегодно. В данном мероприятии, ещё раз повторюсь, будут решаться проблемы осуждённых, которые их волнуют. То есть и в рамках данного мероприятия, я надеюсь, мы решим проблемы наших подучётных лиц и придём к какому-то общему решению. Цель мероприятия – это прежде всего пресечение рецидивной преступности, то есть ресоциализация осуждённых в общих чертах и рамках. Осужденные граждане, прибывшие на встречу, относятся к категории склонных к преступлениям. Большая часть отбывает наказание в виде ограничения свободы. Указанные лица должны нести обязанности, возложенные судом. В частности, не менять адрес проживания, не выходить за пределы территориальной единицы, трудоустроиться и своевременно являться в отдел службы пробации. При невыполнении этих требований может быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Собравшиеся были предупреждены о недопустимости ошибок. В нашем зале сегодня присутствует отдел занятости, который доведёт до вашего сведения, какие рабочие места у нас есть, где можно трудоустроиться, а также есть у них информация в виде брошюры, в которых указаны все контактные телефоны, а также непосредственно та информация, которая вам необходима. В ходе встречи граждане, которые освободились из мест лишения свободы, с намерениями начать новую жизнь, поделились своими проблемами. Один из них обратился за помощью как малообеспеченный, а другой – с трудностями в трудоустройстве. В этой связи заместитель прокурора Сарани Алмазбек Магомбетов ответил на вопросы присутствующих. ТОшка какая-то отказывается вас трудоустраивать, ввиду того, что вы осужденное лицо. Если же есть на это письменный запрос на трудоустройство, и есть такой же ответ с такой же мотивировкой, то, в принципе, данная организация привлекается к административной ответственности, нарушается ваши права как гражданина. Если такие факты есть, я попрошу всех сообщать к нам в прокуратуру. В первую очередь, с пробацией, по взаимодействию мы можете и к нам напрямую приходить. Есть факты, где и привлекались к ответственности, скажем так, эти юридические лица. Поднимались еще многие личные вопросы с проблемами в социальной и правовой помощи. Заместитель Акима сказал, что лично проследит за решением каждого случая. Острым стал вопрос о нежелании погашать задолженность осужденных в фонд компенсации потерпевших. Как прокурор правильно отметил, что это деньги, они не уходят в пользу государства. Они именно поддержку, кто пострадал от преступных посягательств. То есть помогается именно потерпевшим. Поэтому я считаю, здесь можно было этот вопрос как-то поставить для себя. И в дальнейшем это бы и отразилось с положительной стороны. То есть ограничение свободы, оно-то по сути есть, но можно как бы уйти с этой стезии. То есть жить нормальной жизнью. По завершению встречи всем присутствующим были предоставлены контактные данные сотрудников организации, предоставляющих помощь осужденным, состоящим на учете в службе пробации. Каждому поделиться своей проблемой и после совещания. Так сказать, не на камеру. Айша Усимбекова, Серик Тогаев, Николай Шевелев, 5 канал.